Максим Зависимый, мы слушаем переведенную спикерскую Бенни Якова о разделе первого шага «Неуправляемость». Поехали. Когда мы начали работать с моим спонсором по шагам, он мне сказал, что после того, как ты попал на программу, ты попал. Ты на самом деле не сможешь больше употреблять. Потому как твоя душа, она уже осознала, что можно жить чистым. Твоя откровенность теперь это знает. Это то же самое, как с употреблением. Один раз употребил и все. Ты уехал. Ты будешь употреблять дальше. В выздоровлении происходит что-то похожее. Ты пришел, ты увидел истину, что можно жить чистым, что есть новый путь в жизни. Ты больше никогда спокойно не сможешь употреблять. Твоя совесть тебя замучает. Программа показывает мне, что я нахожусь в тупике. Я не могу жить без употребления, и я не могу жить, продолжая употреблять. Если человек на самом деле зависимый, то он не может сам противостоять употреблению. Есть люди, которые могут противостоять сами употреблению, и они годами контролируют употребление. Они не страдают от этого, они просто контролируют, и у них не открывается системное употребление и зависимость. У них есть силы. Весь вопрос в том, у меня есть ли силы на это или нет. Могу ли я контролировать свое употребление или нет. Весь вопрос заключается в том, могу ли я контролировать употребление. Не в том, что возможно это или нет. Что есть какие-то люди, которые могут контролировать, у которых есть силы меняться самому. Весь вопрос заключается в том, могу ли я контролировать употребление. Могу ли я сам меняться своими силами. Мы занимаемся только самим собой. У программы N.A. нету каких-то мнений по поводу того, можно контролировать употребление или нельзя. Есть простой факт. Зависимый человек не может контролировать употребление. Он сам не может противостоять своей духовной проблеме. Программа в первом шаге показывает мне, что у меня лично, у меня, у Бенни, нету сил справиться со своей духовной проблемой. Также можно сказать, что есть много людей, которые употребляют, которые разрушают себя каким-то поведением, но они вообще этого еще и не замечают. Это им не мешает, они могут продолжать употреблять, и у них все в порядке. Они от этого не страдают на сегодняшний день. Они еще не дошли до того уровня неуправляемости в жизни, который покажет им истину, который покажет им правду. Наверное, их неуправляемость еще не настолько жестока по отношению к ним, и поэтому они еще не замечают факта, что они зависимы. Со мной Бог сделал чудо, и я увидел свою неуправляемость в жизни. Я пришел на программу, и со временем у меня началось духовное пробуждение. Я пробудился к истине, к правде. Я получаю осознанность на программе, и также я получаю силы. Но на самом деле, когда мы говорим, что мы не можем сами остановить употребление, то есть мы на самом деле бессильны перед употреблением, это означает намного более широкий факт. Это означает, что я бессилен не только перед употреблением, но в общем, перед своей духовной проблемой. То, что у меня нет сил, то есть мое бессилие, это более обширный факт о моей жизни. И если мне тяжело увидеть свое бессилие перед своей духовной проблемой, которая делает мою жизнь невозможной, то мне достаточно просто обратить внимание на свою неуправляемость. Увидев неуправляемость в своей жизни, я могу увидеть свое бессилие. Своё бессилие перед духовной проблемой, перед своей больной личностью. У меня не получалось никогда, ни до употребления, ни после, управлять своей жизнью самому и не разрушать ее. У меня не получалось управлять своей жизнью в здравом ключе. Я постоянно терял контроль и заходил в неуправляемость. И мне спонсор предложил сделать такое упражнение, которое я очень рекомендую вам. Закройте глаза и вспомните себя вот тем ребенком, когда вам было 4, 5, 6 лет, и у вас были какие-то мечты и фантазии. У вас были какие-то видения своей жизни наперед. У вас были какие-то стремления, какие-то ожидания, какие-то планы. Обратите внимание, куда пришла ваша жизнь, когда вы пришли на программу. Что с вами произошло с того возраста и до момента, когда вы пришли на программу? Что-то произошло, начиная вот с этого возраста и до момента, когда вы пришли на программу. Что-то случилось. И когда я хотел понять, бессилен я перед своей духовной проблемой или же нет, мне достаточно было обратить внимание на свою неуправляемость. Болезнь зависимости делала со мной все, что хотела. Так как же я не бессилен? Я спрашивал себя простой вопрос. Бенни, ты хотел стать вот этим человеком, которым ты стал в процессе своей жизни, начав употреблять и после этого? Ты хотел всех вот этих последствий, результатов? Ты хотел быть вот таким человеком, которым ты был, таким мужем, которым ты был, таким отцом, каким ты был, каким сделала тебя зависимость? Ты хотел всего этого? Ты хотел быть вот этим ужасным зависимым, который обслуживает свою болезнь? У меня не было вообще никакого равновесия в жизни. Вспышки гнева, какие-то припадки, какие-то истерики, изменения в настроении. Постоянно жалуюсь, постоянно недоволен. Это я вот такой человек в своей зависимости. Я вот такой человек, когда мной управляет болезнь-завистка. Я вот такой человек, когда мной управляет болезнь-завистка. У Бенни спрашивают очень хороший вопрос. Человек говорит, Бенни, послушай, вот знаешь, у меня есть какие-то области в моей жизни, несмотря на мою зависимость, в которых я прекрасно контролирую, в которых я прекрасно управляю своей жизнью, я прекрасно работаю на своей работе, я продвигаюсь, у меня хорошее образование, и я могу считать себя социальным человеком. И вместе с этим у меня есть области жизни, которые относятся к отношениям, которые я вообще не контролирую. У меня там полная разруха и кризис. Бенни, вот скажи, как это может быть вместе? Как это может вместе уживаться во мне, в одном человеке? Бенни говорит, спасибо большое за вопрос, прекрасный вопрос. Мне программа советует найти ту область жизни, в которой проявляется моя зависимость. Ведь эта область жизни, она разрушит всю мою жизнь и уже не имеет значения, где я управляю. Мне достаточно одной области жизни, в которой я полностью потерял контроль. Очень важно принять, что есть области в жизни, в которых мы абсолютно не управляем. И разница заключается в том, что именно в этих областях жизни, в которых проявляется наша зависимость, мы не можем управлять. Это происходит именно из-за того, что там проявляется наша духовная проблема, наша болезнь зависимости. Во всех этих областях, в которых она проявляется, у нас не может быть никакого контроля, если я на самом деле зависимый человек. И вот именно вот эта область жизни, в которой я потерял контроль, она делает невозможным мою жизнь. Мне очень важно не бороться со своим бессилием в этой области жизни, где я не контролирую, где меня контролирует болезнь зависимости. Мне важно признать, мне важно принять, что в этой области жизни я потерял контроль. В этой области жизни моя жизнь стала неуправляемой. В этой области жизни я хочу поменяться, я хочу начать поступать по-другому. Мое бессилие заключается в том, что есть области жизни, в которых я очень хочу поменяться, но у меня ничего не получается. Мои дефекты характера, мои отношения с людьми, может быть, романтические отношения, может быть, воспитание детей, может быть, употребление каких-то других веществ или каких-то других поведений. Факт заключается в том, что у меня есть такие области жизни. Первая часть первого шага заключается в том, что мы признаем свое бессилие перед своей духовной проблемой, перед болезнью зависимости. в этих областях жизни. А вторая часть первого шага заключается в том, что моя жизнь становится неуправляемой из-за того, что я бессилен в этих областях своей жизни. Что означает «стали неуправляемой»? И знаете, я работаю с людьми, и у меня есть много людей, которыми я очень близко общаюсь. Я знаю, что они чувствуют. Я знаю многих людей, у которых все прекрасно снаружи, и они выглядят красиво, и есть дом, и семья, и деньги. Все прекрасно снаружи. Но знаете, как они себя чувствуют? Отвратительно. Есть два вида неуправляемости. Есть неуправляемость внутренняя и есть неуправляемость внешняя. Внутренняя неуправляемость не видно снаружи. Это то, как человек себя чувствует. Внешнюю неуправляемость видно снаружи. Это то, как он ведет, его безумные реакции, его болезнь выплескивается наружу. Давайте внимательно разберем. Моя внутренняя неуправляемость это все мои неуправляемые чувства, мысли. Моя внутренняя неуправляемость проявляется в том, что у меня в жизни может быть все в порядке, но у меня в голове работает стиральная машина, и меня разрывают разные чувства. У меня может быть в реальности все в порядке, но я могу чувствовать страх, я могу чувствовать злость, я могу чувствовать обиду, разные очень неприятные чувства. И моя голова может работать нон-стоп, как стиральная машина. В этом и заключается мой внутренний неуправляемый мир. Я могу встать с утра, и то, что мной раньше управляло, это было дикое одиночество, сжалость к себе. И, конечно же, это начинает у меня проявляться в жизни как постоянное недовольство, потому что мне плохо самому с собой. я постоянно хочу что-то получить у окружающих. Я начинаю думать в таком ключе, что вот только если будет какое-то место или какой-то человек, который наполнит меня, который удовлетворит. Я пришел к выводу в своей жизни, что ничто, никакой человек меня не наполнит и не сделает меня счастливым. Со всем, со всем моим уважением этим человеком не может быть ни жена, ни мои дети, ни уважения, ни достижения. Это все временные вещи, которые меня наполняют. И вот я смотрю на свой внутренний мир и я себя спрашиваю, у меня есть душевный покой, у меня есть равновесие? Конечно, нет. У меня есть постоянный шум, это да. И я вообще, может быть, иногда и жить не хотел в начале дороги. Так, конечно же, из-за этого, из-за всего начинается моя внешняя неуправляемость, которую видно наружу. Например, употребление, одержимости, бесконечная еда. Какие-то побеги от себя. И я пытался убегать от этого всю свою жизнь. Мне очень важно признать, что я ничего не могу с этим сделать своими силами, то есть это бессилие. Мою душевную пустоту может наполнить только контакт с моим Богом и духовность. Это вывод за много-много лет духовной работы. И до того, как я пришел на программу, никто даже не знал о моем бессилии, что я ничего сам не могу с этим сделать. Я ни с кем не разговаривал об этом откровенно. Я много лет вподряд пытался сам что-то сделать со своей внешней неуправляемостью, с употреблением, с компульсивным поведением. И я ходил к самым лучшим психологам и ничего не мог сделать. Я не могу и я очень пытался скрывать то, что я на самом деле бессилен перед своей вот этой неуправляемостью. У меня у самого без программы нету сил противостоять этому. И вся моя семья тоже мне очень сильно помогала, чтобы я продолжал это скрывать. Чтобы никто не дай бог не узнал, что я зависимый. И когда мне вот эта реальность просто взорвалась в лицо, я понял, что мне необходимо именно центр выздоровления от зависимости. И программа мне показывает, что на самом деле я своими силами без помощи силы более могущественной чем я не могу ничего сделать со своей внешней неуправляемостью. То есть меня будет нести по жизни моя болезнь зависимости и это будет видно в моем поведении, в употреблении, в разрушении. Это очень хорошо видно в моих отношениях. В общем, внешняя неуправляемость видно в моем употреблении. Какие-то вожделения, какие-то одержимости, которые видны в моем поведении, употреблении едой, другими вещами. это видно прям невооруженным взглядом в первую очередь. Легко увидеть. Но это просто внешнее проявление. Но если я начинаю смотреть правде в глаза, в чем моя настоящая проблема? Вот в этой внешней неуправляемости, в асоциальном образе жизни, в употреблении едой, наркотиками и чем угодно? Нет, конечно. Моя настоящая проблема это моя духовная проблема, которая порождает одержимость. Моя настоящая проблема это душевная пустота, которая порождает одержимость. Когда у меня есть душевная пустота, когда у меня есть внутренний дискомфорт и мой внутренний мир перевернут, мне хочется убежать от себя. И это видно в употреблении во внешней неуправляемости. И может быть в начале выздоровления программа является тем местом, в которое я убегаю для того, чтобы получить выздоровление. Я убегал на программу, я убегал в выздоровление, я убегал в нашу литературу от самого себя. Я убегал через разговор по телефону от самого себя, это все нормально. мне нужно взять вот эту разрушающую силу, эту болезнь зависимости и мне надо направить ее в положительное русло, то есть в то русло, где мне помогут. Мне нужен новый путь выздоровления по программе. И мне мой спонсор говорил, что зависимый это раб, он рабствует чему-то. И если ты рабствовал всю жизнь болезни зависимости, то почему не начать рабствовать в программе выздоровления, хотя бы в первое время, для того, чтобы подключиться к этому. В начале выздоровления я рабствовал этой программе. И мой эгоизм сразу начинает вставать на дыбы. Что, ты сейчас будешь рабствовать этой программе? Но я себя спрашивал, скажи, Бенни, у тебя есть какая-то сфера жизни, в которой ты полностью потерял контроль, и в этой области тобой полностью управляет болезнезависимость. Я говорил, да, таких областей очень много. Я осознал, что мне необходимо взять вот эту энергию, которую я выкидывал на то, чтобы кормить свою болезнь, и я направил это на то, чтобы стать рабом этой программой. Я был одержим на телефон, я был одержим на написание, я был одержим в служении, и да, это была крайность. Я это взял как жизнь и смерть. и это привело меня туда, где я нахожусь сегодня. Не бывает беременности наполовину. Бывает есть беременность или нет беременности. Это полностью новый путь жизни. зависимый человек это человек который хочет сделать чуть-чуть и получить много. Программа говорит другое. Мы должны делать много и мы получим столько сколько мы сможем получить. И вот та духовность которую я получаю она заполняет мою душевную пустоту. Часто находясь в самоконцентрации я не вижу вот этих результатов работы по программе но они есть потому что я чистый. спросите себя честно сколько раз у вас была такая ситуация что вы кому-то звоните и вы прям говорите знаешь что мне на самом деле хорошо. У зависимого такое происходит очень редко. Он часто недоволен. и конечно же корень вот этого недовольства это духовная проблема. Мне нужно начинать тренироваться поступать по-новому вопреки от своей болезни. Часто я приходил на работу и я чувствовал себя плохо. Так что теперь мне нужно начинать разрушать отношения с людьми на работе или мне нужно всем рассказывать что я зависимый что я употреблял и что мне теперь плохо. Нет я говорил о том что у меня на самом деле все в порядке у меня есть жена у меня есть дети я писал благодарности за то что я вижу я слышу я живу мне дарован второй шанс в жизни это все не само собой разумеющееся если кто-то думает что это само собой разумеющийся это большая ошибка программа меня учит благодарить за очень маленькие вещи я хочу быть благодарным только за какие-то большие большие подарки но я их тоже не смогу увидеть пока я не начну благодарить за маленькие вещи я писал господи я благодарен за то что я могу пить я благодарен богу за то что я могу встать со стула что я проснулся утром не могу выходить на работу что я не могу отвезти детей в садик вообще ни на что не способна я не могу работать я не могу выходить из дома я только находилась в кровати и в депрессии и в первое время я увидела что я не могу подняться на чистый день если я сразу же возвращаюсь ко всем своим каждодневным обязанностям я приняла решение что я полностью составляю свой день из программы выздоровления для того чтобы вообще набрать чистое время я не ходила на какие-то семейные вечера которые меня могли выбить из колеи я полностью отдалась в программе выздоровления целый день я видела что вот эти семейные вечера что всякие события это очень опасно для меня я Я сегодня чистая, не так много, и я уже начинаю слышать жалобы от своего мужа, что вот, как бы ты никуда не ходишь, мы нигде не появляемся. С другой стороны, ты сможешь выйти с зависимой подружкой и посидеть в кафе, почему ты со мной никуда не можешь выйти. И я вижу, что вот на носу скоро будут праздники, и я не знаю, что с этим делать. Я понимаю, что я не могу себе позволить еще один год просидеть дома, находясь только в выздоровлении и в бездействии в социальном плане. Но с другой стороны, я вижу, что я еще не готова ходить в социальные сферы, начать работать и начать полностью функционировать в жизни. И все меня снаружи только давят и давят, давай уже, ты уже нормальная, становись уже нормальной. Но я вижу, что я на самом же деле зависимая. Бенни отвечает, да, спасибо за вопрос. Меня программа учит, что я должен нести принципы выздоровления во все области своей жизни. Мне нужно нести инструменты выздоровления с собой в сферы своей жизни. Когда я прихожу на работу, я не забываю, что я зависимый, я не забываю, что у меня есть ограничения, я не забываю, что я должен жить духовными принципами так же и на работе. Я никогда не буду полностью готов. Мне нужно начинать с чего-то маленького. И когда мои подспонсорные советовались со мной о том, что они хотят начать работать, и они переживали за то, что у них будет какой-то кризис на работе, с которым они не смогут справиться, я им говорил, все в порядке, ты можешь поднять телефон и обратиться за помощью посреди дня ко мне, для того, чтобы мы вместе прошли этот кризис. Ты можешь взять телефон и убежать в туалет и позвонить мне. И когда мне подспонсорный говорил, что все, я не могу больше работать, я увольняюсь прямо сейчас, я ему говорил, попробуй доработать хотя бы этот месяц. Если он говорил, что он не может, я ему говорил, хорошо, попробуй доработать хотя бы сегодняшний день, завтра придешь и скажешь о том, что ты увольняешься. А вечером давай поговорим об этом. Мы берем инструменты выздоровления с собой в жизнь, инструменты только на сегодня, обращение за помощью. Мы начинаем молиться не только в комнатах, а также и в своей жизни в каждом дне. В выздоровлении очень важно не ожидать какого-то тотального равновесия и душевного покоя. Не будет тотального равновесия. Когда что-то происходит, мне надо начинать пользоваться инструментами программы. Если мне начинает казаться, что вот все, буквально я сейчас умру, конечно же, это какая-то иллюзия, это самообман. Это меня нахлобучивает болезнезависимость. И мои чувства, они не представляют факт, потому что мне постоянно что-то кажется. И если я буду смотреть на свои чувства, то мне нужно просто закрыться в доме и сидеть. Нам неудобно самим собой. Нам неудобно в этой жизни. Мой спонсор вообще мне сказал с самого начала. Он сказал мне, что зависимый человек, это человек, который родился и уже устал, и живет для того, чтобы отдохнуть от всего. Всем понравилась шутка. Когда начинается внешняя неуправляемость, у нас есть инструменты выздоровления для того, чтобы пройти эту ситуацию конструктивным образом. Продолжение следует...